23 мая стартует форум по развитию Тибета. В преддверии этого события в городе Линьджи на юго-востоке Тибетского автономного района собралась группа иностранных дипломатов и журналистов, чтобы своими глазами увидеть, как жители этого удивительного места создают баланс между развитием и защитой окружающей среды. Это река Ярлунг Цангпо в самом большом и глубоком каньоне мира в городском округе Линьджи. В Тибете. Пейзаж действительно захватывает дух и вызывает чувство благоговения, поскольку эта долина является одним из немногих оставшихся нетронутыми мест на земле, где живут древние и исчезающие виды животных. Я приехала сюда 25 лет назад, когда была студенткой. Я училась в Китае, поэтому решила побывать здесь. В Лхасе я обошла каждый угол. Все говорят, что это тибетская Швейцария. Я думаю, это очень верно, потому что вы отовсюду можете видеть заснеженные вершины гор. Это очень красиво. Реку Ярлунг Цангпо часто называют «матерью Тибета». Она протекает на протяжении более чем 500 километров по Цинхай-Тибетскому Нагорью, питая всё вокруг. Одна из деревень, стоящих вдоль этих вод, называется Джаси-Ган. Сюда любят приезжать путешественники в поиски единения с природой. У нас живут 314 человек в 67 семьях. А ещё здесь работает 51 семейный отель. В нашей деревне почти не видно мусора. Мы каждый год рубим деревья и соблюдаем правила, высаживая новые. Ни один дом не строится на сельскохозяйственных угодьях. Это часть тибетской культуры, согласно которой люди должны уважать природу. Во время пребывания в Линьджи дипломаты высоко оценили усилия Тибета, который старается сохранять баланс между развитием экономики и бережным отношением к экологии. Это мой первый визит в Тибет, хотя я уже 4 года в Китае. Пейзаж просто завораживает. Судя по тому, что я видел вчера и сегодня, общины и деревни Тибета смогли избавиться от бедности. Находясь на этом этапе развития, они также заботятся об окружающей среде. Прозрачные воды, зеленые горы, как говорит уважаемый председатель Си Цзиньпин. И это многое значит. Это ценные активы. Почему? Потому что такие первоначальные ресурсы дают средства к существованию человека. За те два дня, что я здесь, я увидел, что Тибет проделывает огромную работу по решению этой проблемы. 26 апреля 2023 года китайские законодатели проголосовали за принятие знакового закона об охране окружающей среды на Цинхай-Тибетском Нагорье. Он предполагает штрафы для путешественников, которые мусорят на плато. Соблюдение свода простых правил позволит крыши мира принять больше гостей с максимальным комфортом и минимальным загрязнением.